Ольга Николаевна, на прошлой неделе вы сказали, что тот же Папа Римский, силы стоящие за ним, надавали по рукам нацистским украм, потому что они путались под ногами в очень важном деле. Окупации Русской Православной Церкви римско-католической церковью дело затеяно настолько большое, настолько серьезное, что фальстарты укров могли помешать в этом большом и главном деле порабощения Русской Православной Церкви. И вот ваши слова буквально сегодня, на мой взгляд, получают подтверждение, потому что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у мощей Николая Чудотворца не только сказал какие-то слова о желанности объединения христиан Востока и Запада, православных и католиков, но и помолился о единении Церквей Востока и Запада. Что вы скажете вот уже на новое известие о вашей постоянной теме? Другой форме, да, не в открытой, как это было раньше, такой скрытой форме. Поэтому вот эта установка на скрытую унию, она стала реализоваться очень последовательно. И каждый, кто мешает этому, кто раскрывает, когда эти планы, вот как раз на голове греко-католики, да, они сегодня должны быть удалены. Я думаю, что как раз главная проблема для авторов этого проекта, как нейтрализовать рекатоликов, которые стали мешать. Когда не было другой формы, тогда, конечно, их использовали, они нужны были. Сегодня они фактически уже не нужны. Ну вот, а что касается вот этого события ночами святого Николая, то это, конечно, в общем, такая чудовищная вещь, я считаю, потому что вот это вот объединение, создание этой антицеркви прикрывает уже нашими святыми. Потому что даже трудно найти их определение на это дело, потому что таких вещей еще никогда не было. Понимаете, мне это напоминает ситуацию, когда вражеская армия наступает на наши ряды, и они взяли в качестве сложника, да, приняли командира, ведут его в первых рядах, прекрасно понимают, что если мы начнем стрелять, то мы уйдем и его. И вот таким образом они прикрываются нашим командирам, чтобы идти. И я думаю, что с небес как раз, да, к нам взывают Николай, именем которого прикрываются, чтобы мы категорически не делали это, потому что практически мы предаем Христа. То есть понимаете, насколько изощренная форма. Нас эти события согнали, именно в буквальном смысле, именно такое слово я могу использовать, всех наших священников, да, их обязали присутствовать. Там вон оговорились всем верующим присутствовать на этом событии, представить только как выдающиеся события. И вот знаете, это все напоминает магическое действие, в котором должны участвовать все. И вот ты участвуешь раб, ты уже фактически не очистишься, потому что ты тоже фактически участвуешь в этом костюмском действии. Потому что тут все основано на обмане, все основано на подлоге. Во-первых, нам сказали митрополиту Рима, что у нас не было мощей святителя Николая, что нас впервые приводят, это не так. Потом мы не знаем вообще, насколько можно доверять католикам, когда вещь идет о мощах. Но самое главное не это. То есть фактически, если магическое действие, ритуал, поклонение Непаты Римскому, из вражеских рук, из рук, которого мы принимаем, то есть мы должны принять якобы святые мощи. А самое главное, понимаете, из рук мы принимаем совсем недавно, мы об этом писали. Папа Римский уже совершенно открыто сравнивает Христа с дьяволом. Папа прочитал проповедь о том, что принес Христос, и извратив положение Евангелия, неправильный перевоз, видел, что Христос стал грехом. Стал грехом таким образом не за грехи, человеком взяв у себя грехи, стал грешным, самым страшным грешником. И дальше, сравнивая его с змеем, которого показал Моисей, иудеям в пустыне, которые были им отравлены. Помните этот эпизод, когда он сказал, что тот, кто посмотрит на змея, поднял его, значит, тот спасется. Вот так же и Христос, как змей на Христе, тоже спасает всех, взяв на себя грехи, став страшным грешником. И дальше вот он употребил это слово, что фактически Христос стал дьяволом. Это уже открытый сатанизм. Тут уже не надо ничего доказывать, нам уже не нужно, так сказать, попасться в каких-то первоисточниках. Тут уже все делается открыто. Интересно, что вот эту вещь, ее не опубликовали ни на радио Ватикана, ни в каких-то официальных вещах. Она только в одной из газет была. Папа Рим проявил этим свою сатанинскую сущность, уже открыто, не скрывая. Повторит, что слова Блаватской, Теософов, Блаватской, которая сравнила Христа с Суцифером. И после этого какие-то доказательства искать косвенные уже бесполезно, потому что все делается открыто. Поэтому поражает то, что несмотря ни на что, что выходит информация, что мы имеем возможность все это видеть, все это слышать. Паплиарх Кирилл делает вид, что этого не существует. Он не просто обманывает, он заставляет всех участвовать в этом действии, в рашнем действии, которое фактически означает поклонение католикам, а не святителю Николаю, используя имя нашего святого. Который, напомню, родился в третьем веке, а действовал в четвертом. Конечно, во всех этих баталиях участия не принимал, но теперь его память, да, его имя, его слава используются порой бессовестными политиками. Это обычный образничество. Мы говорим, что папа римский, это оборотничество. И абсолютно те же методы сегодня используют руководство Московского патриархата, приучая нас к тому, что это является нормальным, что только так и можно. Причем, обратите внимание, они действуют настолько лицемерно, что даже люди не могут осознать, в какой степени это страшно. Вот когда перед Гаванской встречей проходил Иерейский собор, то канонизировали, как вы помните, Серафиму Соболю, который выступал категорически против экуменизма. Категорически. И вот именно тогда, когда совершали это страшное экуменическое действие, да, эту Гаванскую встречу, и этим канонизировали, то теперь то же самое делают со святителем Николаем, который решил устоять в вере. И его именем теперь прикрываются для того, чтобы объединяться с страшным веретиком сатанистом. Наш народ должен очень глубоко задуматься и, наконец, сказать свое слово, сказать, и молчать, и не участвовать в этом страшном действии. Кстати, тут нужно напомнить, что святитель Николай Мерликийский боролся с ересями, а сам стал уже посмертно заложником до новой ереси, может быть, самой чудовищной из всех, что были. И еще важно сказать, вы знаете, вы очень верно сказали про какой-то магический ритуальный характер всего того поклонения, которое организовано в эти дни, и той массовой пропаганды, которая льется с экранов телевизоров. У меня просто глубоко поразило, кстати, это говорит и об уровне редактуры нашего центрального телевидения, когда по главному государственному каналу дают слово некой прихожанке, которая, знаете, что говорит? Святитель Николай наш спаситель. И она много раз это повторила. Ну вот. И он сделает так, что мы будем жить счастливо. Такая была мысль. То есть подменяется понятие спасителя, раз. А во-вторых, считается, что не Христос, а Николай поможет России. Что на самом деле глубоко антиправославный и невежестный взгляд. То есть фактически речь идет о ритуальном поклонении не святителю Николаю Мерликийскому, а Санта-Клаусу. Да, конечно, еще и так. Да, именно Санта-Клаус эту идею тоже теперь нам пытаются пробить и сознание для того, чтобы со временем вычислить уже образ самого святителя Николая, святителя Николая. Но самое страшное это то, что таинство наше превращает в магический ритуал. Потому что остановка такая, прикоснешься и исцелишься, прикоснешься и спасешься. А при том, что ты предаешь Христа, ты предаешь веру, об этом никто не говорит. Вот таким образом через это наших людей будет не просто заблуждение, а действительно будет такое состояние души, когда они действительно не способны. Потому что вера подменяется по магии, самой настоящей магии. У католиков это уже давно теперь, когда с ними начали объединяться, фактически переменяют полностью и их мировоззрение, и их ритуалы. А вот раньше было так, что на молитве патриарх заявлял не только о возможности, а о желательности и неизбежности объединения, то есть надо читать как поглощение католиками православных. Было такое раньше? Или был совершен некий прорыв на этом экуменическом пути? Насколько ясно, это прорыв. Вот в такой форме это прорыв. Говорилось несколько иначе. А вот в такой форме, да, это сказано впервые, это действительно уже молитва. Хотя мы же не знаем многого, да, например, у нас где-то месяца два назад, по-моему, проводилась молитва за единство христиан в связи с тем, что у нас готовится, как мы знаем, официальное празднование на таком официальном государственном уровне у нас собираются отмечать осенью 500 лет все реформации. При этом никто не говорит о том, какое отношение наше Россия имеет к этому событию, почему мы это делаем. Это как-то, знаете, само собой разумеющество. И вот незадолго до объявления о том, что создан вот этот комитет, проходила молитва за единство христиан, которые проводились в протестантских храмах и в католических. И там присутствуют представители РПЦ, в частности представители отдела внешне структурных связей. Есть такой Дикарев. И все это происходило именно в том самом храме, где священник является женщина. Так что они братались, они заявляли о необходимом соединении. Все нормально, да, с точки зрения. Вот такие вещи уже делаются. Что там они говорили на эту молитву, как она проходила, мы не знаем. Вот, но чтобы патриарх вот на таком уровне, да, и так уже говорил, это на слухе, я знаю, впервые. Так что действительно дело выдвигается все очень быстро. И я думаю, что они готовятся к какому-то очень серьезному событию, намеченному на осень. Вот, когда будет отмечаться эта реформация, нам известно, что поводство Ватикана и поводство протестантской церкви уже подготовили документ, который фактически означает единение под началом Папы Римского. И я думаю, что этому событию готовит и Русско-Православная церковь, что тоже каким-то образом вот встроить ее в эту новую единую в кавычках церковь. Так что сейчас дело с ускоренными темпами и случайно нам всегда говорили, что нам надо успеть, нам надо успеть и подчеркивали время, что почему-то все время время тут про это, почему-то именно время, наверное, с точки зрения каких-то их там каббалистических расчетов, это имеет принципиальное значение. Вот, обратите внимание, тоже переговоры идут об объединении ЦСССР с старобрядцами. Это тоже все не случайно, это тоже все в очень ключе. Я хочу сказать, что руководство старобрядческой церкви, оно не высказалось, не осудило каванскую встречу, оно ничего не сказала. Так что я думаю, что они тоже уже в этом плане экономически обработаны, тем более, тем более, что митрополит Ларион, он уже служил по старому обряду, он очень дружит со старобрядцами, с руководством старобрядцами, я думаю, что тут тоже все идет к единению. То есть мы видим, что объединяются со всех сторон, но опять-таки на какой основе? На основе экуменической, то есть на основе отхода от христианства, от православной нашей веры. Субтитры создавал DimaTorzok